Кавказ Товарищ Сааха, все хорошо, она ждет Слаб сними Ассей Эх, ты кого украл? Что, что, что? Товарищ Сааха, будьте, будьте Ты кого украл, я тебя спрошу Эй, что не нравится? Комсомолка Да? Вообще-то в комсомол последний раз 25 лет назад принимали Видимо, успела Во-вторых, спортсменка А ты ведь спорта не додумался уточнить? Ну ты же сам говорил, вольница Я говорил, свободная женщина И, наконец, извини, конечно, но я просил просто красавицу Слушай, обижаешь Ты ее на татаме видел? А как она поет? А ну, Нина, спой То, что мы с девочками в стройотряде пели? Да Че ты гонишь? Мусоршнягу Не по делу И пугаешь под лоба букалы мой А как она? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня бы в паспорте уже страницы закончились И вообще Я буду плохой муж Придется воспитать Я буду много пить Я буду помогать Я буду изменять Тем слаще будет месть Я не хочу детей Я не хочу детей О, я не хочу детей А дети уже есть АПЛОДИСМЕНТЫ Сапсабэ АПЛОДИСМЕНТЫ Нина, у вас четверо детей Как четверо? А где Хасик? Хасик, 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 Хасик Ни о какой свадьбе не может быть и речи Ах так. Ну все, сейчас начнется. До сервиза дошла. До кур дошла. До коров дошла. До Берлина дошла. Ладно. Я согласен. Он согласен. Знакомьтесь, это мои подружки по секции вольной борьбы. Бомбарбия. Кер гудок. Они совершенно не говорят по-русски, но выступают за Россию. А у нас для тебя подарок есть. Вот сережки на свадьбу наденешь. Ой, девчонки, спасибо. А что, не поломаны? Ну какие уши такие, Сережки. Давай. Давай. Давай, пока. Наконец-таки, товарищ Саахов, мы остались с вами наедине. Стойте! До свадьбы не будет! Я слышал слово «свадьба». Вы кто такой? Клиника предсвадебной пластической хирургии «Чик-чик» и «Чика». Кто невеста? Я так и думал. Какая должна быть? Не, ну тут все ясно. Тут минимум полгода надо. Э-э-э. Э-э-э. Торопиться не надо. Торопиться не надо. Год, пять, десять я готов ждать. Слушай, а ты меня достал. Тоже мне, завидный жених. Можно подумать, я себе никого не найду. Ну, если честно, так можно подумать. Что? Да вы что, вообще что ли, а? Что случилось? Оль, что такое? Послушайте, уже третий сезон. Я играю каких-то монстров. Издеваюсь над людьми. Держу всех в страхе. А взаимности от мужчин добиваюсь силой. Все сидят, смеются. Господи. Господи, как же я по этому соскучилась. Держа на белом свете, яблоку не тебе упасть. Трудь со спиною люди, чтобы на игру попасть. Ведь ты не разбернувся, снова к тебе Маспа. Чтоб в декабре услышать главные слова. Если вы никогда не видели американских видеофильмов, сейчас мы восполним вам этот пробел В штате Флорида, США, тоже есть город Санкт-Петербург Но, в отличие от нашего, их Питеру сто лет Итак, юбилею Санкт-Петербурга посвящается Новый мистический триллер под названием У меня уже подрастает то, что вы сделали прошлым летом Обычно фильм начинается с того, что кто-то кому-то оставляет наследство Внучек В ролях Джон Травобла Кевит Спейси из Куристи Внучек, я умираю Я вижу, вижу Аль Починок Дэвид Духовно Обогащенный Внутик Ричард Гиргоров Энтони, не говори Хопкинс, пока не перепрыгнется Пьер Рушайло А также Ардольд Шварцен Энгельс Обычно в роли тупого металлического предмета А наши бриллианты Что? У нас есть бриллианты? Да Эээээ, подожди, стой Какие бриллианты? Такие Где? В Америке В Америке, так, где? Манхэттен Манхэттен, хорошо 42-я стрит 42-я стрит Дом 8 Дальше Манхэттен 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 Внутик Но Итак, обычный американский колледж 20 лет спустя Отлично Кто эта красотка? А то Джессика, подружка-бейсболиста Джека А не связывайся с ней, а то Джек набьёт тебе морду Джек набьёт тебе морду Да, Джек, набьет тебе морду. Джек, набьет мне морду. Да, я набью тебе морду. Я ненавижу наш бездушный колледж. У нас не колледж, а центр расизма. Меня ненавидят только за то, что я черный. А меня за то, что я белый. Ну все, тихо, ребята, директор идет. Здравствуйте, господин Хон Си Тяо. Здравствуйте. Привет, мой идиотский класс. То ли дело я, я учился в Китае. О, моя дружная школа в Китае. Мой любимый, озорной десятый И. Учись, не учись, меня все равно не возьмут в Голливуд, потому что я черный. Успокойся, Панкратов. Успокойся, Панкратов, вовсе не из-за этого. Обычно к этому времени черный герой фильма начинает плакать о своей черной судьбе. Почему нам черным так тяжело живется в этом мире? Почему белых клавиш на рояле всегда больше, чем черных? Почему будние дни в календаре отмечены черным? Ведь мы, мы черные лучшие в мире музыки. Возьмем, при веру, черненьку из блестящих. Белые, белые в жюри, белые в зале, тема музыкалки, белые дочи, у черных нет шанса. ФРГ, ГДР, ФМР, Джессика, Джессика, помогите нам, кто из этих людей преступник? Подонок, негодяй, я тебя ненавижу! А преступник вот он. Так, где список подозреваемых? А, вот он список. Здесь следующие фамилии. Гальберман, Джанишвили, Халадзе и Мамедов. Халадзе и Мамедов? Ну да. Это же русская мафия! Ой, я так и знал! На связи президент США. Господин президент, я лично займусь этим делом. Этим делом ты займешься дома, сынок! А сейчас надо наказать этого преступника, которому, между прочим, светит электрический стул. А вы исполните мое последнее желание. Слово президента США. Отпустите меня. О, хорошо ты свободен. Так, что у нас перед Белым домом? Это митинг бывших наркоманов. У них день независимости от зависимости. О-о-о! Господин президент! На Землю движется огромный метеорит размером с Землю. Через 48 секунд он уничтожит все. О-о-о! О, Боже! Так, мне нужен мой любимый истребитель с вот такой вот собачкой на бардачке. И ядерная бомба. Надо посмотреть в желтых страницах. Так, Джессика, набирайте вот этот номер. ОАО Ось Зла. 14-я слушает. Здравствуйте. Мне нужна ядерная бомба. Соединяюсь с отделом продаж. Ждите на линии. Здравствуйте. Мне нужна ядерная бомба. Хорошо. Мы пришлем вам пробник. Они прислали пробник. Дайте попробовать. Прекрасная бомба. Значит, так. Джессика, пишите ультиматум метеориту. Многоуважаемый метеорит, если вы не уберетесь из нашей Солнечной системы в течение 30 секунд, я буду вынужден начать операцию пустыня в пустыне. Так, на чем я становился? Уважаемый... О, Боже, я лечу! Господин президент, возьмите вот эту газету. Зачем? Поверьте, она вам пригодится. О, Боже! Боже мой, если президент не выйдет на связь, через три секунды все пропало. Три, два, один, ноль, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юстер, 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 как меня слышно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Джессика, твоя газета мне, безусловно, помогла. О, Боже! Тебе оторвало метеоритом руки и ноги. Ничего. Царапина. Вот по такому шаблону снимаются все эти фильмы, и по такому же шаблону пишутся к ним саундтреки. Не плачь, еще одна осталась, ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, постой, и после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом и дождей грибных, серебряные нити. По куплету всему свету выраздайте песню эту. That's not the shape of my heart. Ты не верь, что все фильмы на свете откуда-то списаны. Ты не верь, что все песни рекорды в воле написаны. Есть на свете песни, сами про себя очень хорошие. Песни добрые, светлые и ни на что не похожие. Я верю, что я can fly. Я верю, что я can touch the sky. Я вижу, что я не пусть в солнце. Я вижу я coming every night and day, спинь my wings и fly away. Я теряю с нами. Субтитры делал DimaTorzok А наша команда пересмотрела очень много фильмов ужасов И решила снять свой Итак, самый страшный фильм этого года Ночь с четверга на пятницу Часть первая, западня Где мы? Что-то ужасное место Тут ободранные стены и одни развалины О господи, мы в Сызрани Какая Сызрани, Илья, это подвал Ребят, тихо, слышите? Кто-то идет Кто-то идет Тихо, слышите? Кто-то плывет Кто-то плывет Ребят, тихо, слышите? Кто-то Алексей Я Алексей Алексей Что здесь происходит? У вас ровно 4 минуты, чтобы выбраться отсюда Иначе вам всем А-ха-ха-ха Блин, нам всем У-ха-ха-ха-ха Так, я сматываюсь Я смотрел ужастики Это либо пила, либо Сайлент Хилл Поэтому я себе сейчас ногу отпилю и уйду Так, Илья, стоп Ты серьезно? Да ладно, шучу Да, стоп На полу вас ждет подсказка О, ребят, мобильник Черт, здесь половину кнопок нету Подожди, а какие есть? Есть только 0 и 2 Ребята, нам сказочно повезло Мы можем заказать Клеорентон по номеру 2020 Илья, ты что, дурак? Мы вообще-то можем в милицию позвонить Извините Сейчас все сотрудники заняты реформой МВД По заданию президента Оставайтесь на линии Наша служба все опасно и трудно Так Телефон нам здесь не поможет О, нет Только не прокат роликов Время прошло Вас ждет смертельное испытание Гуттен па Сначала я скормлю вас крокодилом Так Потом я сожгу вас в печи Так Потом я кину вас на колья Так Потом Так, почему он молчит? Извините, я отходил В общем, останется только один Так, надо что-то делать Илья, что ты делаешь? Да я хоть что-то делаю Ребят, давайте разделимся Так, я пойду туда Так, я за тобой Зачем? Мне страшно Илья, это ты? Илья, хватит меня пугать Ладно, это прикольно Стоп, хватит, мне надоело Не хочу смотреть на ваши глупости Не нравится, не смотри Идите отсюда, я вас отпускаю Не, мы никуда не пойдем, нам тут понравилось Тогда уйду я Я Алексей Часть вторая Музыкальные титры И сегодня В роли Андрея Владимир Мерещица Мерещица В роли Галия Агата Павловна И в роли Ильи Владислав С вами была Сега Мегадрайв 16 бит Спасибо От создателей первого кавказского мюзикла Салам алейкум Я ваша тетя Фатима из Кизляра Театрально-музыкальная постановка Синдбад Мореход Так, я не понял, это что такое? В смысле, что такое? Ясин бад, ясин пень Мореход Пешеход У вас с головой все в порядке? С головой, да С ногами что-то не то Так, а это кто? А это Синбад Переход Он в переходах песни поет Айдар? Мы с соседями узнали Когда диск приобрели Что у нас сосед играет В порнофильмах с немцами Пап-пап Папа-айра Пап-пап Папа-айра Так, хватит Вы вообще считаете, это можно показывать по первому каналу? Можно Машку-заляшку Вы что, служили? Сидел За что? Нельзя Машку-заляшку А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а А если в зале сидит мула? А чё мне мула? Мне с ним детей не крестить. Так, всё, хватит, прекратите. Ну мы пойдём. Так, сидеть. Айдар, можно вас на минутку? Я смотрю, вы здесь самый адекватный. А да, я спал с твоей женой. Чё ты сказал? А чё ты спросил? Любимому фильму всех российских семей посвящается. Женщина! Что вы здесь делаете? Почему вы передвинули мебель? Почему мама поставила чужие тарелки? Сама в шоке. Обычно, когда гости, мама чужие тарелки прячет. Так, это моя квартира. Сейчас я вам паспорт покажу. А давайте в шахматы сыграем. Какие шахматы? Где мой паспорт? Шах. Он у вас? И мат. Никишина Евгения, улица Строитель. Город Москва. Да, деточка, Москва. Город больших возможностей. А это Пятигорск. Город больших потребностей. Так, подождите. Как Пятигорск? Так. Каждый год мы с мужиками ходим в баню. Везёт. Я в бане с мужиками лететь не была. Я всё понял. Я должен был лететь в Петербург, а прилетел в Пятигорск. Дошло всё-таки. Что дошло? Письмо. Деду Морозу. Какому Деду Морозу? Ирке, подруге моя, там в Домодедово в кассах работает. Надо ей Морозу поставить. Так, верните мой паспорт, меня дома мама ждёт. А у меня мама внуков ждёт. Вот, кстати, она. Мам, зачем ты передразниваешь Зиму? Ну, не люблю я её. Где Ипполит? Мам, ты чё? Ты же знаешь, я уже 10 лет как вдова. Мам, зачем ты передразниваешь Ипполита? Тебе не угодишь. Чё ты так рано пришла? Да там соседи уже тарелок хватились. Пойду к другим соседям. Хочешь меня? Нет. А есть хочешь? Да. А связь улавливаешь? Ладно, садись, ешь. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Чего? Я хотел сказать, радость, радость, это ваша заливная рыба. Чего? Ещё брешет мне, как будто я не знаю, что это гадость. Алё, мужчина, помогите. Я в Пятигорске с незнакомой женщиной в квартире, что мне делать? Дружище, да с кем не бывает. Ты принимай наш препарат, там 10 капсул, надолго хватит. Чё, восьмёрку забыл набрать, да? Женечка, а давайте потанцуем. Надя, а вы мне поначалу так не понравились. А сейчас? А сейчас начало. Наденька! Ну, показывай. Вот, знакомьтесь, это мой жених. А я не жених, я заложник. Собака лаяла над дядью фраера. Стыдно, молодой человек. Женщина от одиночества на стену лезет. А он шутки шутит. Пойдём, пусть сами разбираются. Пошли. Надя, из-за под над... Перестаньте искать предлог, чтобы уйти. Если вы решили, что это не судьба, уходите. Опять метель И мается былое в темноте Господи, Надя, вы поёте голос Амалы Пугачёвой. Ага. А ты в два раза моложе меня. Я же говорю, это судьба! Пятигорска. 1750 год. Россия готовится стать матушкой. Государыня еле залезла вторая. Так это и есть твои храбрецы? Да. Гардемарин Белов, говори, что хотела. Ты как с государю не расковариваешь? Молод я и горяч, понятно? В кандалы его. Сбежит? Тогда в кандалы его. И кандалы в кандалы. А с этими что делать? Бросить их в тюрьму. С колокольни. А может мы государству послужим? А может и послужите. Государыня, ваш фаворит граф Орлов. В кандалы меня. А вы что стали? Вперед! Из всех отечественных фильмов Гардемарин и лучший фильм. Он даже лучший муж пятера. Хотя это тоже лучший фильм. Не вешать нос. Другие фильмы. Дурнале «Жизнь» и «Харатьян». Едины братья и Кличко, и Винни-Пух, и Пяточко, и Пудулай-Случко. Едины. Так, я поскочу вперед и догоню их. Ты, Никита, поскочи назад и задержи их. А ты, Сашка, поскочи на месте и подожди нас. Вперед! Анастасия, говорят, вы едете во Францию. Правда, что это неправда? Неправда, это правда. Анастасия, свиста моя, вы почему целуетесь? Ах, Сережа, это последний русский. Как это последний? Мы тоже занимали. Щенок, щенок, не нужен недорого Адама. Анастасия. Анастасия, свиста моя, давайте бросим эту чертову страну. Поехали ко мне во Францию. Там у меня насосы. Ах, Сережа, не нужны мне насосы. Развука, вот полночный тать российских ляск. Хочу я, дескать, вожу я. Вчура есть пустоши, Пытливых уст, тугая вязь, Письмой письма перемлетясь. Пророчит сыпь и грезы смутно и устали. Быть может, сумрак это мрак острожных брызг, Когда обрыдло, канавясь, подквелась стужью. Анастасия! Анастасия, онучи и влагой не томи, Ибо сгину я кубарем, а киверисень вешни. А все-таки жаль, Настя, что ты во Францию уезжаешь. Еще как жаль, Саша. Я бы тебе троих детей родила, Хозяйство бы у нас было. Коровы, свиньи, гуси там всякие. Ты бы на завод устроился, Лесопед купил. Езжай, Настя. Так, я поскочу в монастырь за Софьей. Ты, Никита, поскочи в монастырь перед Софьей. А ты, Сашка... Поскочу в монастырь на Софье. Ты пойдешь на маскарад. Там тебя встретит человек с красным клювом. Какой он будет в маске? Его зовут Ашот, он будет без маски. Вперед! А в это время в монастыре. Софья! Алешка! Софья! Алешка! Возьмите меня, я Гена! Софья! Алешка! Гена! Софья! Алешка! Софья! Алешка! Софья! Алешка! Софья Алешка! Гена! Софья Гена! Софья Алешка! Гена Софья! Гена Вася Софья Гена Вася? Алёшка Софья Гена Вася Алёшка Софья Алексей Как жизнь хорошо, как дети растут, как дома пойдёт, как работа делаю. А как у тебя, да тоже пойдёт, ну всё, я пошла, ну давай увидимся. Земля, где так много разлук. Алёшка! Софья! Алёшка, Алёшка! Пойдём копать картошку. Вот она. Никита, ну что с тобой? Да скучно мне. Ну так поехали к цыганам! Поехали! Бери! А в это время у цыган. Александр Васильевич, не поверите, вот такой вот музыкальный номер был. Молодцы, гардемарины, послужили отечеству. Просите, чего хотите. Я хочу, чтобы все в стране жили хорошо. Хорошо. А ты, Алёшка, чего хочешь? А я хочу, чтобы все в стране жили плохо. Хорошо. А ты, Белов, чего хочешь? А я хочу, чтобы все в стране жили хорошо. Хорошо. Вот. А если бы нас было четверо, как мушкетёров, то все в стране жили бы плохо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!